Частая проблема – пожилые родственники старческого возраста, у которых начинает развиваться деменция. Это, конечно, наверное, самое страшное. Одно из самых страшных состояний, которые можно наблюдать у своего близкого человека. Недаром говорят, что когда Господь хочет наказать, Он лишает разума. Оно в данном случае не наказать, в данном случае, к сожалению, это заболевание, деменция, заболевание, которое в большей степени касается людей пожилого и старческого возраста. Но, тем не менее, видеть, как некогда твой близкий человек, иногда самый близкий человек, любимый человек, постепенно утрачивает черты личности, утрачивает вообще человеческий облик. Это, конечно, чрезвычайно тяжело. И помощь в этом случае оказать можно. Я не скажу, что можно излечить деменцию. Это глобальные проблемы. И постоянно, непрерывно ведутся исследования по лечению болезни Альцгеймера, по лечению других деменций. И есть определенные успехи в этом направлении. В любом случае, вот сейчас можно сделать гораздо больше, чем, допустим, 25 лет назад, когда я начинал свою практику. Поэтому, если вдруг такая ситуация возникла, не считайте, что это какой-то приговор, и что все окончено, и осталось только наблюдать за угасанием близкого человека. Обязательно обращайтесь за помощью, помочь можно. Максимально затормозить этот процесс, повернуть в пять пока вряд ли, но максимально затормозить этот процесс, дать возможность человеку до конца своих дней осознавать себя как личность, во многих случаях вполне реально при своевременном вмешательстве. В нашем проекте есть геронтопсихиатр Татьяна Юрьевна Сенилова. При необходимости можно к ней обратиться, проконсультироваться. В том числе она может и выехать к пациенту на дом, потому что зачастую такие пациенты маломобильны. В любом случае, если ничего не делать, то эти заболевания развиваются исключительно по поступательной. Если пытаться притормозить этот процесс, то да, это можно сделать. Дополнительную информацию вы можете найти в нашем сайте mednauka.net и нашем канале на портале youtube.com. Всего вам хорошего, до свидания.